Может быть уже многие слышали, но вчера вышла новая передача Один. Ее постоянный ведущий Дмитрий Быков ввел ее уже самостоятельно, находясь при этом, кажется, еще в больнице. В любом случае он заявил официально, скажем так, что его отравили. Если вдруг кто-то не в курсе, но я не думаю, что вы об этом не слышали, то я напомню, что 16 апреля, находясь в самолете по дороге в Уфу, Дмитрий Быков потерял сознание, затем был доставлен в больницу 22 города Уфы с подозрением на инсульт. Потом говорили даже об отеке мозга, его ввели в искусственную кому, проводили искусственную вентиляцию легких, затем усилиями новой газеты и конкретно ее редактора Дмитрия Муратова 18 апреля он был перевезен в Москву в этом состоянии для прохождения дальнейшего лечения. И вот недавно он пришел в себя и теперь, уже 27 апреля, выписывается из больницы. Сразу же, по горячим следам, тогда, когда только стало известно о коме, о всем остальном, Венедиктов выступал в прямом эфире, и вот его прямая цитата. Он сказал, В общем, у Димы в организме произошла токсичность, у него прыгнул сахар сильно и после этого весь организм отреагировал. Вот люди, которые знают, что происходит, когда сахар сильно повышен, они чувствуют, как организм слабеет, и дальше происходит его отравление, грубо скажем так. Конец цитаты Алексей Венедиктов. Я тогда же под эхом Москвы написал большой комментарий и вступил в небольшую полемику, потому что мне лично показалось, что Венедиктов пытается натолкнуть на мысль, скакнул сахар, организм слабеет, организм отравился, токсичность и так далее. Я сделал вывод, что, наверное, писатель перепил. Такое, кстати, бывает. Перепить можно очень сильно, тем более в самолете, как мы знаем, заниматься особо нечем. И русские люди, кстати, очень любят выпивать много, выпивать в самолетах. На это, конечно, сердобольные поклонники Дмитрия Быкова наверняка стали писать мне, ну что вы, разве может большой талант соединяться, например, с алкогольной зависимостью? Может, ответил я. Конечно же, примеров очень много. Это и Ремарк, это и Хемингуэль, это и Фолькнер, это и Марк Твен. Все они, во-первых, были известными алкоголиками, признавались в этом. Ну, в наше время это Владимир Высоцкий или, например, поэт Есенин. Никто из них не скрывали своей зависимости или своих пристрастий. Поэтому талант и алкоголь прекрасно соединяются, нет в этом никакой проблемы. Но сейчас Дмитрий Быков говорит о том, что его отравили. И теперь, знаете ли, после всех этих историй с Карамурзой и другими отравлениями, сейчас, в общем-то, можно все свалить на некое таинственное отравление. Вот я не знаю, действительно ли Дмитрий Быков настолько неугоден, скажем так, режиму или сильно мешает ему, что его решили отравить. Напишите в комментариях и дальше. Как вы думаете, ну, если бы было отравление какими-то тяжелыми элементами, можно ли было вот так резко привести человека в нормальное состояние, когда он уже через 6-7 дней выписывается из больницы? Насколько я помню, история с Карамурзой и его отравлением длилась несколько тяжелейших месяцев. И он проводил долгий реабилитационный период в Соединенных Штатах, где четко установили, что его на самом деле отравили каким-то тяжелым элементом. Мне кажется, вот мое личное представление, 5-6 дней в больнице, токсичность и все это, не знаю. Но сам Дмитрий говорит, что у него нет никакого диабета и что это был не алкоголь и не наркотики. Итак, напишите в комментариях, что вы думаете, господин писатель просто перепил и теперь как бы не хочет в этом признаваться. Или на самом деле в России продолжают убирать, ну, таких людей, я бы сказал, оппозиционного толка. Кстати, пройдите по ссылке, можете послушать его воспоминания о периоде Комы, как он говорит, что ему удалось найти доказательства того, что Бог есть. То есть у него были какие-то видения и теперь у него нет никакого сомнения, что Бог существует. Кстати, Дмитрий Быков глубоко верующий человек. То есть как-то странно, люди, впадающие в Кому верующие, они всегда находят доказательства Бога. Люди, впадающие в Кому, кто не верит в Бога, ничего подобного не видят. Ну, конечно, верующие могут сказать, типа, недостойны, ведь они все равно идут в ад, поэтому Богу как бы и нечего показывать. А верующие, вот поверьте, из моих знакомых, как только кто не заболевал, обязательно видели последний суд, персональный Иисуса Христа, поднимались над землей и все тому подобное. В общем, напишите, что вы думаете по этому поводу. Я не могу, к сожалению, вам сообщить никаких сенсаций, потому что врачебную тайну здесь очень хорошо умеют блюсти и, больше того, здесь очень умеют скрывать обстоятельства даже от самого больного. Я точно совершенно знаю, что причина моего отравления, это было отравление, она не установлена. Мне мой врач, реаниматор, который мной занимался, сразу сказал, мы можем поставить вас на ноги, но причину пока найти не можем, это более долгое дело. Я за это время успел прочитать массу комментариев хорошо осведомленных людей. И диабет-то у меня почему-то считается диабет особенно унизительной, буржуазной и болезнью, поэтому ее очень любят приписывать. Должен вас огорчить, диабета у меня нет. Я очень следил за тем, чтобы его не было. А гипертония-то у меня, но и гипертонии-то нет. Вот, представляете, беда, как я. И, кроме того, не было никаких у меня ни алкогольных, ни наркотических излишеств, которые стали подозревать сразу наиболее простые сердца. Я не знаю, чем я отравился, не знаю, из-за чего у меня случился этот скачок, и не понимаю, почему я фактически в самолете. Но Уфу потерял сознание, из-за чего мне пришлось вот лекцию об анекдоте и встречу с суднополчанами уфимскими пришлось перенести. Там меня довольно быстро ввели в искусственную медикаментозную кому, после этого отправили в Москву. И здесь, в Москве, я на четвертый примерно день пришел в себя. Есть две новости, обе хорошие. Во-первых, Бог есть. То есть я не могу списать от надействия медикаментов все эти прекрасные сны и приключения, потому что такого не было в моем подсознании. Я бы такого не выдумал, я такого не помнил. Я довольно быстро восстановился, без каких-либо проблем начал уже на второй день ходить. Вы себе не представляете, хотя, наверное, если у вас есть такого, то представляете, как это удивительно через, я не знаю, час-два после пробуждения тяжелого наркоза начать пить холодную воду. Просто холодная вода в горле – это главное блаженство, чудо и приключение. Естественно, таким же блаженством выглядит потом первый схетельный кусок вот этой сливы, первый ветер из открытого окна, вид весеннего московского вечера, зеленых листьев. Ну, я не могу сказать, что я радикально изменился, но прежней моей жизни будет в том смысле, что у меня случались моменты понятные, моменты метафизического сомнения. То есть я всегда знал, что Бог есть, но не всегда знал, что я на правильной стороне, что, может быть, я его достоин, а, может быть, ему наоборот нравятся суровые люди действия. Но то, что я увидел, меня убедило в том, что, в общем, я на правильной стороне.